Добрый день, меня зовут Чехунов Алексей. Сегодня будет необычное видео. Меня попросили снять видео, что я думаю об агентской деятельности и вообще, нужен ли агент, как я считаю или нет. Ну, наверное, начнем с самого главного вопроса, нужен ли или нет. Все очень индивидуально. Есть люди, которым, мне кажется, жизненно необходим агент, а есть люди, которые могли бы справиться и без меня. Легко. Александр Фирус, привет. У вас идеально были подготовлены документы. Но, к сожалению, такое происходит не очень часто. В основном большинству людей все-таки нужен, может быть, необязательный агент, человек, который пройдет по вашим документам и посмотрит все сам. Естественно, это было бы хорошо, если этот человек бы уже проходил этот путь сам, то есть какой-нибудь ваш друг или родственник, если вы не хотите пользоваться услугами агента, который переехал сам. И желательно не когда-то, а недавно, чтобы с документами все было примерно так же, как у вас. Потому что правила меняются, и то, что было год назад, не совсем, не обязательно будет в этом году. Кому еще нужен агент? Я думаю, людям, которые уже бывали в Австралии и не раз, и у них здесь, возможно, они где-то заполняли форму 80, а где-то нет. Вот это, наверное, один из главных критериев разобраться, была ли форма 80 или нет. Потому что если вы что-то туда писали, что сейчас вы исправите, это, конечно, может быть, и не всплывет сразу же. Но когда вы будете подаваться на пиар или гражданство, вам могут показать вашу форму 80, что вот вы подавали тогда-то, подавали второй раз, и они у вас отличаются. Ну, к примеру, самое частое, если человек работает на двух работах, он указывает одну работу в форме 80, а во второй форме указывает вторую, ну, просто потому что не помнит. Вот, поэтому сначала это нужно бы исправить, чтобы департамент не думал, что вы пытаетесь его обмануть. Также есть особая категория людей, которыми, ну, я считаю, агент необходим. Потому что даже несмотря на на все примеры, на все инструкции, которые им присылаешь, они раз за разом что-нибудь, но делают не то, или не доделывают, и, в общем, нужно переделывать. И вот таким людям, мне кажется, их даже, ну, не то чтобы агент, а скорее человек, который будет держать их за руку. Ну, в этом случае эту роль исполняю я. В моей практике, наверное, два основных типа клиентов – это люди, которые хотят перестраховаться, и люди, у которых уже были отказы. Вот с этими людьми приходится работать более сложно, и, в принципе, если у людей были отказы, то подаваться с агентом уже стоит дороже. Потому что податься сразу правильно намного проще, чем потом исправлять ваши ошибки. Ошибки иногда бывают достаточно серьезные, что там работаю или еще что-то. Ну, зависит от всего типа визы. Вот. А насчет, нужен ли агент, на самом деле, я считаю, что если у вас хороший английский и достаточно много времени на то, чтобы самому знать, как все делается, то вполне можно подаваться и без агента. Можно самому это, но большинство людей не так не могут. Также, кстати, хотел бы вас предупредить, если вы в Австралии, и вы решаете позвонить в департамент эмиграции, ну, знаете, наверное, короткий номер из шести цифр, то лучше звоните не один раз, а раза три. Потому что, скорее всего, каждый раз, когда вы будете звонить, вы будете получать другой ответ. Поэтому все перепроверяйте сами, смотрите лучше законодательство. Если уж вы прям хотите податься сами, ну, вот настолько, то вы можете купить доступ на legend.com, то есть к законодательству, сами. И у вас будет примерно тот же самый доступ, который будет у меня, который обязан у меня быть по лицензии. В этом случае вы сможете проверять все, но вам нужно еще будет не забывать проверять прецедентное право, что, в принципе, тоже не очень сложно. Просто нужно знать, как искать. Это ООСЛИ, один из порталов, где содержатся все прецеденты трибунала, и где можно найти то, что вам поможет, или наоборот. Так что, если вы хотите сэкономить деньги, то подходите к этому правильно, подходите к этому очень ответственно. Никто не сделает лучше, чем вы. Ни один агент, никто. Но всегда лучше, если есть человек, который после вас проверит. Почти всем нам нужен редактор, как бы мы хорошо не писали, и как бы мы хорошо не думали, что мы можем проводить исследования. Поэтому решайте сами, нужен агент или нет. Но это очень ответственно. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы нести ответственность за свои решения. Спасибо. Это был Алексей из Брисбана. До свидания.